SCP-1836 Матерь во льдах Объект номер SCP-1836 Класс объекта Евклид Особое условие содержания SCP-1836 должен быть повторно поставлен на содержание в зоне 641 Смотрите отчет об инциденте 110-614 Которая замаскирована под активную экологическую исследовательскую станцию И заказник расположенный в точке с координатами 7.13 северной широты 93.81 западной долготы Полностью охватывая залив Каннингем Станция должна быть укомплектована постоянной исследовательской группой и обслуживающим персоналом Включая классически обученного Ангакукка Шаман у алиутов, юпиков и инюпиатов И сертифицированного косметолога Внесено по запросу шамана зоны На территории зоны поддерживается 50-километровый охранный периметр Эти воды патрулируются вооруженным персоналом фонда Замаскированным под исследовательские группы или активистов защиты окружающей среды Посторонние должны быть допрошены, обработаны амнезиаками И сопровождены до ближайшего населенного пункта К одной из пещер SCP-1836 должна быть подведена входная дамба Доступ к дамбе ограничен директором зоны, шаманом и косметологом Дополнительные сотрудники могут быть допущены внутрь решением большинства персонала Или прямым одобрением соответствующего сотрудника с четвертым уровнем допуска В случае враждебной активности SCP-1836 Шаман и косметолог должны войти в SCP-1836 с помощью дамбы И привести в действие протокол рука помощи Смотрите прилагаемый документ DH-447 В случае сбоя сотрудники должны отступить и наблюдать за SCP-1836 Пока он не войдет в неактивное состояние В данное время МОК-89Е «Бомжи и моржи» Занимается буксировкой SCP-1836 обратно к зоне 641 Дополнение Установлено, что протокол рука помощи имеет переменную эффективность На сегодняшний день в ряде случаев протокол не позволил полностью успокоить SCP-1836 В результате произошедших вспышек погибло 3 сотрудника, 12 было травмировано Что потребовало назначения новых сотрудников на ключевые должности В целях содержания шаману зоны была предоставлена широкая свобода действий в отношении соответствующих ритуальных действий Которые следует предпринимать, когда SCP-1836 становится враждебным В настоящее время пересматривается директором зоны Смотрите приложение Для облегчения сдерживания доступны дополнительные ресурсы За более подробной информацией обращайтесь в отдел поставок зоны Дополнение После инцидента от Не допускается приближение птиц к SCP-1836 Во время осуществления протокола рука помощи Любых птиц, находящихся на гравиевом барьере на SCP-1836 или в радиусе 30 метров Следует отпугнуть или уничтожить Птицы, уничтоженные таким образом, передаются шаману зоны для соответствующей ритуальной утилизации Описание SCP-1836 представляет собой айсберг, не столообразный остроконечной формы зеленого цвета Высотой 30 метров над поверхностью, глубиной приблизительно 450 метров и примерно 123 метров в длину Оценочный вес от 150 тысяч до 175 тысяч тонн Подводное обследование SCP-1836 выявило большое количество крупных тоннелей, уходящих вглубь объекта Помимо окраски, айсберг кажется вполне обычным Взятые образцы показали, что айсберг состоит из обычного льда Необычный цвет объекта обеспечивают водоросли, вмерзшие в лед SCP-1836-1 обозначение стада млекопитающих отряда китообразных, обитающих внутри SCP-1836 Стадо состоит из представителей нескольких различных видов, точный состав и численность колеблятся На сегодня все члены стадо являются представителями вымерших видов зубатых китов Причины этих изменений в составе стада неизвестны На сегодняшний день стадо включает особи, предварительно определенных как представителей Басилио-Сыриудая, Амбюлокетедая, Акрофюстер, Эрхиннопфинпедаем Недавно был также замечен Липотос виксилифер Во время активности SCP-1836 Механизм, позволяющий осуществлять нежвидовую коммуникацию в стаде, в настоящее время исследуется Аномальные свойства объекта проявляются, когда в радиусе 50 км от него На морских млекопитающих в море или на побережье охотятся любые люди Этнически не относящиеся к народу алиутов, юпиков или инупиатов SCP-1836 начинает двигаться к месту проведения охоты, достигая скорости в 35 узлов В этот момент млекопитающие, на которых осуществляется эта охота Далее обозначенные как SCP-1836-2 Начинает двигаться в направлении к SCP-1836 Если подводная топография делает приближение невозможным SCP-1836-2 движется по наиболее эффективному курсу Стремясь оказаться в непосредственной близости от SCP-1836 Если SCP-1836-2 успевают достичь SCP-1836 Объект располагается между ними и охотниками SCP-1836 способен двигаться только по океану И не может предпринимать никаких дальнейших действий в отношении охотников, находящихся на берегу Однако, если охотники преследуют SCP-1836-2 с помощью океанического судна SCP-1836 таранит судно до тех пор, пока не пробьет корпус После чего проталкивает часть себя в пробоину и расширяет брешь Это продолжается до тех пор, пока судно не придет в полную структурную негодность и не начнет тонуть После чего объект извлекает себя из судна Если во время охоты никакие морские млекопитающие не были убиты или ранены SCP-1836 оставляет судно в покое и уходит от него Однако, в случае гибели или ранения каких-либо морских млекопитающих SCP-1836 Остается в непосредственной близости от тонущего судна Когда охотники приступают к эвакуации с тонущего судна От 5 до 30 особей SCP-1836-1 выходит из подводных участков SCP-1836 и атакует охотников Перетаскивая их в подводные пещеры в пределах SCP-1836 В отношении судьбы этих людей ведется исследование В проведении экспедиции SCP-1836 ожидают одобрения Дополнение В ходе краткой экспедиции вглубь SCP-1836 была обнаружена небольшая центральная камера В стене камеры находится вмерзший, хорошо сохранившийся труп молодой женщины Инупиатской этнической принадлежности Труп имеет следы различных травм, в частности, лишен кистей обеих рук по запястью Из стены выступает только голова трупа Из соображений безопасности доступ к этой камере должен иметь только шаман и косметолог зоны Приложение Опрашиваемый Тириак Ле Штарлир Шаман зоны Опрашивающий агент Скаут Фулбраш Предисловие Ввиду враждебной активности SCP-1836 Тириак Ле Штильер был направлен для проведения протокола рукопомощи По прошествии 80 минут SCP-1836 прекратил свою активность И Ле Штильер покинул территорию объекта При этом имея на теле следы длительного воздействия стихии и несколько укусов на конечностях Очевидно нанесенных человечески и дельфини челюстями После получения медицинской помощи был проведен дебрифинг под руководством агента Фулбраша Начало протокола Хорошо, мы записываем Ле Штильер Вздыхает Давайте начнем тогда Для записи я агент Фулбраша провожу дебрифинг с Тироком Ле Штильер Ле Штильер Я Тириак Мы уже год как знакомы И я извиняюсь Ле Штильер Приглушенно Это прекрасно Только неразборчиво Хорошо, вы можете сказать мне, что случилось? Ле Штильер Что? Вчера днем? Вчера она просто слегка на меня разозлилась, да и все Я ужасно управляюсь с гребнем, потянув слишком сильно, она меня немного цапнула Она такая Фулбраш Вы не могли бы уточнить? Ле Штильер Конечно После того, как я зажгу благовоние и смажу ее священным маслом Я расчесываю ее костяным гребнем И он постоянно застревает Я не знаю, почему у нее волосы так запутываются Ведь она обычно просто там сидит Фулбраш Застревает? Ле Штильер Застревает Когда я ее причесываю в этой ее замороженной гостиной Иногда он попадает в узел и застревает Вы расчесываете свои волосы, Фулбраш Как-то так Если я свои волосы сильно дерну, то это небольшая проблема Но если я ее так потяну, то иногда меня могут ощипнуть Потому что давайте смотреть правде в глаза Я не знаю, что делать с этой кнопой волос А она дамочувствительная Фулбраш Как вы обычно справляетесь с SCP-18-36, когда она таким образом реагирует на ваш ритуал? Ле Штильер Ох, зависит от ее настроения Иногда отхожу назад и жду Иногда пою кое-что, жгу разные благовония, привожу упряженную собаку Иногда она просто хочет, чтобы я ушел Думаю, присутствие человека в ее доме приводит ее в замешательство Чтобы успокоить ее, вы должны выглядеть как рыба Или прислать вместо себя какую-нибудь рыбу И ее расчесывать Фулбраш Хорошо, а не мог бы фонт улучшить вашу возможность контролировать SCP-18-36? Ле Штильер Нет, вы ничего не можете сделать, чтобы лучше контролировать Но вы же никогда меня не слушаете? Фулбраш Так, тогда Ле Штильер перебивает Вы можете мне помочь, если дадите мне кого-то в помощь Особенно того, кто знает, как работать с длинными дамскими волосами Дайте мне парикмахера Ох, и развяжите мне руки относительно приготовлений к ритуалу Не все ее вспышки одинаковы У нее есть свои переживания Пусть даже она о них вам всем и не рассказывает Ведь вам коллунат Не инуит Бледнолицый Примечаний переводчика Это безразлично Фулбраш То есть формально вы хотите попросить помощника с опытом по уходу за волосами И о большей оперативной свободе Ле Штильер Да, звучит вроде правильно Фулбраш Пауза Я поищу в документах Посмотрим, что получится Конец протокола Отчет об инциденте 110-614 Требуется третий уровень допуска Отчет об инциденте Дата 13-го Место Зона 641 Описание 13-го SCP-1836 нарушил условия содержания Во время очередного выполнения протокола рукопомощи Шаманзоны Тириак-ле-Шетильер Был прерван неизвестной стороной Ниже приведен краткий пересказ кадров Видеонаблюдения сделанных с наблюдательного поста 0 часов 0 минут SCP-1836 неподвижен, упирается в гравиевый барьер Море, спокойная сетка, вольера на месте 0 часов 5 минут Вода вокруг SCP-1836 начинает бурлить Слои зеленого льда образуют круговые узоры SCP-1836 входит в активное состояние 0 часов 7 минут На поверхности SCP-1836 появляются структурные деформации SCP-1836 начинает отходить от гравиевого барьера 0 часов 15 минут Прибывает Тириак-ле-Шетильер В сопровождении Лидии Офуд Косметолога зоны И начинает подготовку к процедуре После 10 минут подготовки и сжигания благовоний Они входят в SCP-1836 0 часов 32 минуты Персоналом охранного периметра Отмечается необычное облачное образование Зона 641 приведена в состояние штормовой готовности Температура окружающей среды падает с плюс 15 до минус 4 Никаких предупреждений от местных метеорологических служб не поступало SCP-1836 замедляет движение На наблюдательный пост поступает короткое радиосообщение Указанное, что протокол рукопомощи ведется SCP-1836 будет успокоен в ближайшее время 0 часов 36 минут Гидрофоны охранного периметра обнаруживают учащение китовых песен Штатные морские биологи свидетельствуют, что песни не связаны с брачными играми или кормлением 1 час 23 минуты Ле Шетельер и Офут еще не вышли из SCP-1836 Радиоконтакт указывает, что протокол рукопомощи все еще продолжается 1 час 30 минут Необычное облачное образование накрывает воздушное пространство над зоной 641 И прекращает двигаться в направлении преобладающего ветра При ближайшем рассмотрении видно, что облако полностью состоит из буревестников глупышей Фулмарос Глассиалс Стая спускается и начинает преследовать персонал зоны Ввиду большого количества птиц персонал не может производить какие-либо действия снаружи Персоналу приказано оставаться в помещении Глупыши не пытаются прорваться в здании зоны, хотя атакуют вольерную сетку SCP-1836 в течение этого времени яростно качается и толкается 1 час 34 минуты Неоднократные попытки связаться с лешательером и Офут ни к чему не приводят SCP-1836 ведет себя более беспокойно и выпускает деформацию, аналогичную, используемую для нападений на суда Предполагается, что SCP-1836 пытается разрушить вольерную сетку и атаковать глупышей Вольерная сетка продолжает подвергаться нападениям стаи 2 часа 19 минут Попытки службы безопасности отогнать стаю не удаются Служба безопасности пытается очистить вольерную сетку, используя огонь из стрелкового оружия, сигнальные ракеты и шумовые средства Но ничего не производит заметного эффекта Уничтожение отдельных членов стаи несущественно, ввиду ее общей численности 2 часа 43 минуты В вольерной сетке образовано отверстие и стая врывается внутрь Одна крупная пеликаноподобная зубастая птица неизвестного вида приземляется на гравиевый барьер И трансформируется в гуманоидную фигуру, одетую в местные традиционные одежды Недолго видно, как фигура быстро взбирается на дамбу После чего поле зрения камеры наблюдения закрывают птицы 3 часа 17 минут SCP-1836 издает громкий треск, соотносимый с отрыванием льда Айсберг вздрагивает Якори отрываются от гравиевого барьера SCP-1836 таранит вольерную сетку 3 часа 20 минут Лешетерьер и Офут силой выброшены на входную дамбу Оба находятся в бессознательном состоянии и имеют признаки ран, вызванных сопротивлением при нападении А также обморожений и укусов 3 часа 22 минуты SCP-1836 прорывает клетку и начинает двигаться в открытые воды МОК-89Е мобилизируется для восстановления условий содержания SCP-1836 3 часа 40 минут SCP-1836 выходит в пролив Барроу и начинает двигаться на запад МОК-89Е направляется в погоню 4 часа 50 минут МОК-89Е подвергается атакам глупышей и враждебных китообразных После того, как одно из судов МОК едва не переворачивается, директор зоны парк приказывает отступить для перегруппировки и пересмотра тактики Предисловие После побега SCP-1836 Лешетельер и Офуд были доставлены в больницу Лешетельер получил несколько глубоких колотых ран в середине туловища На вскрытии было обнаружено, что грудь Лешетельера изнутри Офуд получила незначительные ранения, характерные для самообороны И небольшие травмы, характерные для воздействия низких температур Ниже приведена стенограмма ее дебрифинга Опрашивающий агент Скаунт Фулбраш Опрашиваемый Лидия Офуд Фулбраш Итак, давайте начнем Не могли бы вы указать ваше имя и идентификационный номер для записи? Офуд Лидия Офуд 08-94-64-37-64-34-87-11-о Нервный смех Парикмахер богов Фулбраш Да, смешно Пауза Можете ли вы описать мне, что случилось вчера? Офуд Я не знаю, с чего начать Фулбраш Начните с самого начала Что произошло, когда вы и Лешетельер вошли внутрь? Офуд Ти как раз закончил готовиться к ритуалу Вы знаете, благовонники, то выжир все эти разговоры о чистоте Мы пришли внутрь, и я начала расчесывать ей волосы, как обычно Потом началось странное Фулбраш В каком смысле? Я сначала думала, что это у Ти просто паранойя Он все спрашивал меня, не делаю ли я что-нибудь по-другому И я говорила ему, что нет Я причесывала и укладывала, как всегда делаю Я говорила, что никакие узлы дитяну И что с ее волосами все хорошо Может еще что-то Пауза Фулбраш Я знаю, что вам трудно об этом говорить, но пожалуйста, продолжайте Офуд Я не знаю, я просто парикмахер Фулбраш Лешетельер не говорил и не делал что-нибудь необычное, прежде чем вы были прерваны Офуд Я помню, Ти говорил что-то о том, что она постоянно твердит о своем муже, бывшем муже Что-то о судебном запрете и посещении Там внутри время неправильно идет Так или иначе, помню, как помещение тряхнуло, я ее слишком сильно дернула и она начала яростно вяжать, оттолкнула меня, я подскользнулась на льду и тогда стало совсем плохо Фулбраш Согласно наблюдениям, кто-то во время инцидента вошел в SCP-1836 снаружи Вы об этом говорите? Офуд Да, вошел кто-то в Унтах и парке Он отшвырнул, в самом прямом смысле отшвырнул Ти в сторону и ударил его птичьей лапой, когтями Чем-то, что было у него внутри рукавов Крови совсем не было Я не знаю почему, но кровь из Ти не шла, он просто упал и лежал Тот, кто... Тот, кто убил Ти, подошел к ней и начал говорить Фулбраш Что он сказал? Офуд Он сказал ей что-то вроде Даже если мы в разводе, я могу по-прежнему заботиться о тебе И я не мог позволить им удерживать тебя от твоих детей Фулбраш Что случилось потом? Он сказал что-то там, что Ти предал искусство Ударил и меня несколько раз Сказал, что я хорошо справляюсь с своей работой Сказал, что я работала достаточно хорошо, чтобы избежать того, что произошло с Ти Потом он вышвырнул нас Я ударилась головой о дамбу и все потемнело Очнулась в лазарете Фулбраш Еще что-нибудь помните? Что-либо важное? Офуд Я не знаю, тот человек Тот человек был такой странный и сердитый Он все говорил о тюремщиках и несправедливости Он меня поцарапал и сказал, что это укус змеи Но что-то сказал о том, что я да нет Тьфу, я честно говоря не знаю, что важно, а что нет Пауза Фулбраш Мы можем продолжить позже, если вы хотите Дать вам еще некоторое время, чтобы справиться с этим Офуд Я бы хотела, слишком многое надо обдумать Тибл, добрая душа Хороший друг Конец записи Субтитры создавал DimaTorzok